Ласточку запустят между Магнитогорском и Челябинском. Планируется, что в январе 2021 года первый скоростной поезд пройдет между крупнейшими городами региона. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер после официального визита в Магнитогорск. О дорожном строительстве и реконструкции социальных объектов в промышленной столице региона расскажем прямо сейчас. Все будет только лучше, но объекты можно строить быстрее. Мы с подрядчиком были, он просил, что на два года смысл нет здесь держать ключи. Строительство новых участков дорог. Первое, на что обратил внимание Алексей Текслер во время въезда в Магнитогорск. Официальный визит в промышленную столицу Южного Урала глава региона начал с этой темы. Большой объем делается, но для такого города, как Магнитогорск, это недостаточно. Тоже договорились, что будем это направление усиливать. Это тоже принципиально. Сейчас масштабный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ведется сразу по нескольким объектам. Губернатор дал поручение ускорить работы и, конечно, следить за качеством. С точки зрения гарантийного срока, что договорились? Пять лет. Пять лет? Пять лет. Я надеюсь, оно больше пяти должно быть. 12 лет. Ремонтный срок – 12, по минимуму. Поэтому пять лет – это только гарантия. И с этого года у нас, получается, подрядчик, который заходит, он дает на пять лет банковскую гарантию. То есть мы деньги можем с банковской гарантии. Ну, это правильно. Кинему, пять лет. Алексей Текслер осмотрел строительство новой школы в Магнитогорске. Объект обещают сдать в начале сентября. Здесь будет учиться около тысячи подростков. Мы сегодня были на одном из таких объектов. Рядом нет школ с домами, которые построены давно. Это, конечно, никуда не годится. И вот эти проблемы надо, безусловно, решать. И будущее строительства, конечно, должно идти вровень с социальной инфраструктурой. Это принципиально. Градообразующее предприятие ММК – следующая точка официального визита. После масштабной реконструкции здесь запустили в работу стан 2500. Мы имели здесь рулоны весом-развесом от 8 до 10 тонн. Сегодня после этой реконструкции, конечно, уже, когда мы установили только черновые, мы уже имели развес рулонов 25, а сегодня мы имеем до 40 тонн. То есть, конечно, это совершенно уже другой сортамент, другое качество. Здесь также провели модернизацию и доминой печи. Это позволит существенно снизить выбросы пыли в атмосферу. Уникальный объект. Вы знаете, я много раз бывал на промышленных предприятиях. И видеть такое современное производство очень приятно. Мы также побывали на новой доминой печи. Гордость Магнитогорска. Драматический театр. Здесь завершается капитальный ремонт культурного объекта. Площадь перед театром также кардинально преобразится. Вот это все будет стоянка, чтобы приехать можно было, ну, под этим, под шлагбаумом. А вот здесь, значит, появятся у нас скамейки. Вместе в них будут совместно с землей там цветочные клумбы красивые, такие очень красивые комбинации. И небольшая фущественная зона. В театре три сценические площадки. Для спектакля и концертов закупили новое современное звуковое и световое оборудование. Мартитуру, да, механические. И прописал автоматически, все работает. Да, то есть просто следит, смотрит. Вот он выбрал, там, что ручками не управляет. Правильно? Можно руками, то есть в зависимости от задачи. А я вот хочу продемонстрировать просто, насколько точно можно позиционировать каждый подъем. После объезда города Алексей Текслер провел совещание в администрации. Здесь обсудили вопросы развития Магнитогорска. На правом берегу эти решения приняты. Сейчас все документы в фонд ЖКХ на федеральный поданы. Средства выделены. И мы уже в ближайшее время начнем эту работу. И договорились о том, что город начнет проектировать очистные сооружения на левом берегу. К тому же в Магнитогорске будет развиваться транспорт. Для города закупят новые трамваи. В будущем автобусы на газомоторном топливе. Также Алексей Текслер обсудил и скоростной поезд «Ласточка». Он должен соединить Челябинск и Магнитогорск. Планируется, что первый рейс запустят в январе будущего года. Ренат Байков, Дмитрий Бачко, 31 канал.